Друзья, привет! Вас приветствует канал ЮРС Раша, город Санкт-Петербург. Спорт-студия ЮРС Раша, школьная, 52. И сегодня, сейчас у меня будет встреча с девушкой, которая ведет блог о Грузии. И она хочет туда переехать, жить, работать. И сейчас мы с ней встретимся. Ссылку о ее канале я сделаю под видео, посмотрите. Очень интересная подача у нее, и мне очень приятно, что такие люди к нам приезжают. Хорошо. 50 секунд прошло. Молодец. Планку отлично держишь. Пресс хороший. Стоп. Молодец. Следующее упражнение у нас гиперэстензия. Так, гиперэстензия у тебя там 15 раз. Это очень укрепляет поясницу. Вот то, что тебя для спины. Для спины, ну, спина. Берешься руками. Поддаешь ноги. Нет, ну, нет, ну, нет. Руки возле руки. Можно делать так. Можно делать так. Лето. Мне тебе тяжело делать так. Колени не гнём. Ровненько. С тобой. Вот так. Все, давай. Сюда еще держим. Руки возле грузи. Опускаемся ниже. Колени не гнём. Поднимаемся вверх. Поднимаемся. Вот так вот 15 раз. Работаем в среднем темпе. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Дышим правильно. Дыши, 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 дыши. Дышать надо очень грамотно. Молодец. Дышим, дышим, дышим. Сделала. Молодец. А я думал, она слабенькая, друзья. Она, оказывается, всё умеет. Теперь броски мяча 20 раз. Что такое броски мяча? Показываю. Смотри. Держишь мяч так. Ага. Вот так. Ни локти не уводишь. Ничего. Ни на пальцах. На ладони. Ага. Смотри теперь. На полной стопе. Ага. Разворачиваешь носки. Колени смотрят в сторону носок. Старши уводим назад. Ага. И сюда. Брошаем. Ловим опять. Прижидаем. И так 20 раз. Ага. Скажите, ты подвесишь или полно? Полно. А, полно. Да. Да. Садись. Спокойно, спокойно. Села. Нет, садись. Я тебе скажу когда. Садись. Когда встаешь, бросай. Бросай. Опять лови, садись. Ага. Хорошо. На полной стопе держимся. Молодец. 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 Отлично. Молодец. Отлично. Молодец. 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 Вот так вот, друзья. Девушки могут все. Так что тренируйся, молодежь. Хорошо. Я написал легкую тебе тренировочку, потому что я не знал, что ты подготовленный. Я желаю, что с тобой сделаешь. Хорошо. Теперь в Советском Союзе это называлось звездочка. Знаешь, Берки? Да. Смотри, на полной ладони, на полной, не на пальчиках. Ложишься. Ложишься прям на пол. Потом резко встаешь. Это называется Берки. Вот поставь руки и ноги не вот так отползай, а резко откинь назад. Вот. Теперь ложись, ложись, ложись. Отжимайся. Не можешь? Вот так, да. Теперь резко к себе руки. Ой, ноги, ноги. И прыгай вверх. Обязательно прыжок. Это раз. И поехали второй раз. Это два. На весу тело не держи, когда отжимаешься. Прям ложись. Ага. Ложись. Теперь тело поднимай, ноги к себе. Прыгай. Три. Еще два раза. Аккуратно. Четыре. Одно из лучших упражнений – это Берки. Ты на весу тело держишь – это ошибка. Можно? Да. Ты вот садишься, вот. Ага. Ты должна подтягиваться так, ноги вместе. Поставь вас. Если тяжело, смотри, ноги подбираешь под себя. Ага. Сейчас подтягиваться очень легко. Чем дальше ноги прямее, тем сложнее. Тебе сейчас надо делать так. Вот. Ага. Ноги так, ну вот, смотри. Ага. Ага. Ноги чуть-чуть под себя, да. Да. Теперь подтягивайся. Давай. Раз. Семь раз. Поехали. Два. Три. Четыре. Отлично. Пять. Шесть. Молодец, молодец. И семь. Отлично. Это был у нас всего один круг. Все, что мы сделали, это был один круг. Это методика кроссфита. Это методика кроссфита, как сейчас его называют. Но я говорю, что свою систему я называю кросс-лего. Кросс-лего. Да. Потому что все системы, все я сам делаю. То, что в кроссфите они там, я не хочу там говорить, что это плохо или что. Но когда начинает тренер, который получил за два дня сертификат, за два дня они получают сертификат за тысячу долларов. За два дня человек ничему не может научиться. И когда они начинают говорить, что они там по какой-то секретной системе что-то масштабируют и так далее. Все это сказки Венского леса. У меня таких методик, вот таких у меня досок, но я миллиард могу написать. Я, дай Бог, мне даст, если мечты свои воплотить жизнь, поехать в хорошую страну и так далее, я издам книгу свою кросс-лего обязательно. Я буду первым читателем. Так, подальше. Это был один круг у тебя. А, еще один. И теперь повторяем опять. Делаем опять греблю две минуты. Планку, гиперэстензию. Также начинаем работать. Если тебе... Если ты чувствуешь тренировки, что тебе что-то легко, ты добавляешь нагрузки. Например, гиперэстензию сейчас будешь делать с весом. Брать пять килограмм и делать с весом. Если ты ощущаешь, что тебе легко делать выпады, тоже берешь вес и идешь с весом. То есть берешь просто и держишь мячик. Все. Гребля, две минуты. И сколько таких кругов отсыдало? Так, если тебе затошнило, почувствовало недомогание, закружилась голова, лучше остановись. Делать так, как некоторые делают. Опять я говорю двухдневные тренера. Чтоб человек вырвал. Это неправильная методика. Тренер не должен доводить своего ученика или спортсмена до такого состояния. Чтоб тебе было плохо. Если ты почувствовал недомогание, или я увижу, что у тебя начинают бледнеть губы, ты начинаешь бледнеть, я тебя сразу остановлю. Лучше после каждого круга отдохнуть немножко, попить водички. А когда ты уже будешь подготовленная, у меня есть спортсмены, которые готовы на все, они делают семь кругов, вообще не останавливаются. Вообще. Семь кругов крутятся и все. А это очень быстро. Функциональность стоит на первом месте по легкости. Функциональность ты поднимешь за два месяца. Ты будешь уже за два месяца делать такие номера. На втором месте это сила. Самое сложное это скорость. Скорость, она дается Всевышним, и его развивать очень сложно и поддерживать. Поэтому с возрастом скорость всегда падает. Силам даже остается, а скорости нет. Скорость и гибкость. А как ты думаешь, сколько надо раз в неделю заниматься? На первое время три раза в неделю достаточно. А когда ты уже войдешь в нормальную форму, четыре-пять раз. Нормально. Нормально. Ну, когда у тебя будет свой ресторанчик в Грузии, и когда у тебя будет миллион подписчиков, у тебя времени много будет. О, это будет. А как бы старт нажимаешь, да? Да, старт. Нажимаешь старт. И поехали. Руки к локти. Хорошо. Две минутки. Хорошо, хорошо. Отпускай руки до конца. Вот так вот. Одновременно с ногами должно работать. Одновременно. Оп. Да. Делай все синхронно. Синхронно. И дыши. Не забывай дышать. Это очень важно. Знаете, мне... Знаешь, мне что понравилось, когда я читал интервью Кончаловского, ну, режиссера? Ага. Он сказал, не важно, на что ты снимаешь. На телефон там, на такую там мыльницу. Важно, что ты снимаешь, о чем ты снимаешь. Какая у тебя подача, смысл твоих роликов там и так далее. Это с того же мнения. А ты сценарий вот прорабатываешь в голове, когда ты... Да, конечно. Я стараюсь... Я стараюсь... Ну, я просто стараюсь все видео продумывать свои. Ага. Я не очень люблю, когда... Сука, это можно такого, как бы, free style, можно так сказать. Но я все равно, когда делаю видео, даже если это free style, то я всегда продумываю на концепцию, что это будет. Вот. Поэтому... о которых буду вещать, чтобы... Ну, это правильно. Да. Это правильно. Потому что я когда-то приехал в Петербург, я тоже... Если я шел на Елагин остров, я читал его историю. Ну, откуда этот остров, чем был там, что это и так далее. Потому что это интересно. Например, когда я в Тярлево поехал, я впервые узнал, что этот маленький Тярлево возле Павловска, там база тяжелого атлетика, что это впервые в Царской империи. Там проходил чемпионат Российской империи по бегу. Ну, ничего не... То есть все такие вещи интересны, понимаешь? Да, это развивается, потому что в любом случае. Да. Так. Теперь у нас что? Планка одна минута. Уже прям тяжелее дается. Конечно, конечно. И чем больше... Чем быстрее ты темп будешь делать, тем... Хорошо. Пять секунд прошло. Работаем. Спокойно дышим, спокойненько. 20 секунд прошло. 35 секунд. Молодец. Планочку отлично держишь. А планка – это одно из лучших упражнений, чтобы у тебя не болела спина. Да? Да, потому что у нас внутренние мышцы пресса крепятся к пояснице. Поэтому это очень полезно. Три секунды. Стоп. Отлично. Молодец. Следующее упражнение – гиперэкстензия. 15 раз. 15 раз. Ты можешь сейчас взять 5 килограмм, как я тебе показывал, на вытянутых руках ее держать и поднимать. Хорошо. Выше. Выше. Отлично. Дышим, дышим. Молодец. Пояснички чувствуются? Да. Молодец. Отлично. Следующее упражнение – мяч 20 раз. Молодец. Отлично. Ноги держим жестко. Не заваливаем вам внутрь ноги. Ровно. Вот так вот, ребят, девушки пашут. Вот так надо тренироваться. И, наверное, через лет 50 будет матриархат, если вы будете сидеть на диване и пить пиво. Выпадать. Да. Молодец. О сложности мы не боимся. Молодец. Молодец. Если сильно устал, можешь там отдохнуть немножко, хотя бы 15 секунд. Подыши спокойно, отдохни. Как самочувствие? Как самочувствие? Ну, мы сейчас второй круг сделаем. Чуть отдохнешь. И если захочешь третий круг, если нет, я тебе покажу с палочкой упражнение из тяжелой атлетики – рывок. Тебе это понравится. Руки прямые. Молодец. Отлично. У тебя быстро все пойдет, потому что ты целеустремленная девушка. Да. Это отлично. Это отлично. Вот так вот. Все схватило быстренько. Молодчина. Молодчина. Что я еще скажу? Нет слов. Как? Тебе нравится? Лучше, чем на сноночках? Потому что методика разная, упражнений очень много. Я все время меняю, как это в кроссфите говорят, сейчас масштабируем. Поэтому масштабирование у меня идет все время, постоянно. Работа на все, да. Это знаешь, что удобно? Вот, например, в качалку, если ты на сноках работаешь, в качалке ты можешь провести 3 часа, 2,5, 2 часа. Здесь работа идет 45 минут. То часу. Все. Больше часу не делается. Потому что всего час у человека выкидывается адреналин, вырабатывается тестостерон и так далее. Один час. Все. Потом идет на усталость. Поэтому вот эти упражнения, именно круговые, делаются от 45 до часу. Все. И тормоз. Молодец. Раз. Два. Два. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok